Мид Джонни – это нейросеть, которая генерирует изображение. И это бомба. Бедные художники. Сначала их подвинула фотография, но оставалась лакуна, где художник фиксировал не реальность, а свой внутренний мир. Зона абстрактного. Ну теперь и сюда внедряются техника и технологии. Вот это рисунок нейросети по моему заказу. И, честно говоря, если бы такое нарисовал один из моих друзей-художников, я бы сказал вау-бомба. Для работы вам нужен аккаунт Дискорд. Ссылка на скринкаст по Дискорду в описании. Тоже, кстати, не совсем привычно, в том числе выбор именно Дискорда. Заходим на сайт Мид Джонни и делаем сайн-ин. У меня Дискорд с авторизацией в аккаунте открыт в том же браузере. Возможно, если у вас как-то по-другому, авторизация тоже будет как-то по-другому. Ваш аккаунт на Мид Джонни. Честно говоря, сюда можно почти не заходить, а решать все вопросы через Дискорд. Хотя нет, по меньшей мере ради галереи работ сюда можно заглянуть. Собственно, вот это и есть оно. Все, что вы видите – это творчество нейросети, которым она занимается самостоятельно, вам только нужно сгенерировать запрос. Результат всегда непредсказуем, поскольку запрос это просто набор тегов. Например, вот такой. Связное предложение нейросети, по-моему, не помогает. Ну, знаете, как была такая шутка, что чья-то мама писала запрос в гугл, начиная со слов «дорогой гугл, подскажи, пожалуйста» и так далее. Так вот такие штуки тут, по-моему, не работают, хотя кто ее знает, эту нейросеть, что ей в голову взбредет. Вот, например, что получилось из запроса «слон с кожей зебры». Причем, если вы дадите такой запрос, получите совершенно иной результат. Ну или не совершенно, но иной. Кстати, здесь можно походить, посмотреть, как формулируют запросы на понравившихся изображениях. Вам это поможет сформулировать свои. Так, ну еще полезная штука здесь – хелп и ответы на часто задаваемые вопросы. Например, тут описано, как стартовать. Ну, это я сейчас расскажу. А тут мануал по командам и дополнительным параметрам запросов. Об этом расскажу в следующем уроке. Поскольку очень мне понравился Миджонни, и я решил растянуть удовольствие на два урока. Так, начинаем. Вам нужно присоединиться к серверу Миджонни в Дискорде. Тут есть ссылка. И мы в шаге от истинного творчества. Можно полистать главную. Кстати, тут глаза получаются отлично, хотя именно глаза Миджонни почему-то очень плохо удается. Тут список каналов. Много и непонятно, но в принципе новичку нужно присоединиться к одному из Нью-Биз. Тут, видите, написано, что это комнаты для вновь прибывших. И мы уже в полушаге от начала творческого процесса. Собственно, вот это – это уже оно. Творчество в процессе. Все эти сообщения – это запросы от таких же, как вы, новичков на генерацию изображений. А вот это, конечно, мило. Старик, продающий наркотики на Луне. Причем здесь человек взял изображение, на основе которого попросил сеть сгенерировать новое. Но изображение это также сгенерировано сетью, а это по опыту почти не даст ничего сверхъестественно нового. Сеть и так понимает, что рисунок совершенен. Куда его типа еще менять. А вот кастом покемон, видите, дал совершенно разные четыре варианта. Ну, в общем, хватит любоваться на чужие подводные лодки, пора уже сделать что-нибудь свое. Вот только старика на Луне я, пожалуй, сохранил. Кстати, тут, по-моему, действует авторское право и хотя генерит изображение сетка, принадлежит оно, по-моему, вам. То есть использовать чужое изображение вы не можете. Итак, чтобы сгенерировать изображение, нужно сформулировать запросы. Про запросы подробнее в следующем видео, но в целом смотрите на других пользователей и делайте так же. Скажем, теплицы на заснеженном поле при свете Луны. А, ну да. Главное-то. Это я что-то тупанул. Запрос нужно сопроводить командой Imagine. А чтобы ее ввести, нужно набрать слэш. Вот Imagine и вот сюда уже вставляете теплицу при свете Луны. Поехали. Вот. Начал генерировать. Процесс не быстрый. Где-то, я думаю, минуты на две. Ускоряемся. Готовый результат он скидывает вниз, как новое сообщение. Все. Значит, у нас есть кнопки U1234 и V также U1234. U это значит, вы выбрали одно из изображений и хотите получить его детализированным. V это значит, вы хотите получить еще четыре варианта на основе выбранного. Мне в принципе нравится первое изображение, давайте попробуем варианты. И тут я начал клацать по V1 и спалил два лишних клика. Генерацию он запускает в виде нового сообщения, то есть внизу. А вот что я спалил, что получилось в итоге, сколько это все стоит, а это, к сожалению, не бесплатно и как генерировать изображение на основе вашей фотографии, вы узнаете в следующем видео. Вообще искусство, любое, литература, поэзия, живопись, музыка всегда считались проявлением мира духовного. Я имею в виду, конечно, лучших представителей вдохновения от слова дух. Для верующих это от Бога, для неверующих от эфира, пятого элемента и вот на тебе нейросеть, куда катится мир. Все, любите друг друга, теперь это просто жизненно необходимо и помните, в конечном итоге все будет хорошо. Это говорю вам я, Вова Ломов и Теплица социальных технологий.